Друзья, готовим пирог из одной замечательной книги. Как называется? Вот так называется. Последняя страничка. Пирог просто обалденный. Начнем с теста. Нам нужно 100 грамм сливочного масла, 50 грамм сахара, сюда же у нас отправляется 3 яйца и 250 грамм муки с чайной ложкой разрыхлителя. Муку добавляйте постепенно, потому что ее понадобится чуть больше или чуть меньше. Зависит от размера яиц и не ошиблись ли вы там в масле. Тесто получается мягкое, даже... Чуть-чуть липнет. Отрываем небольшой кусочек, а всю остальную часть распределяем прямо руками. Бортики, посмотрите, мы сделали довольно большие, потому что начинки собираемся сделать довольно много, она очень вкусная, но ее может быть и поменьше. Для начинки нам понадобятся яблочки и лимоны. Мы их нарезаем, яблоки прямо с кожурой, естественно, без семечек. Лимоны тоже с кожурой и тоже семечки. Все-все-все убираем. Косточки называются, косточки. Очень внимательно удаляйте косточки лимона, они горчат. Пока резали лимоны, эти ароматные чуть не заклебнулись. Начинка невероятно просто ароматная, будет еще вкуснее, когда все это дело запечется. Сюда же мы добавляем 100 грамм сахара. Если яблоки у вас сладкие, можно и чуть-чуть поменьше, но мы добавим 100 грамм. И пару ложек крахмала, чтобы все-таки для сцепки. И измельчаем. Да, и измельчаем. Ой, очень красиво, ароматно. Но скажи, пожалуйста, что делать, у кого нет такого агрегата на кухне? Это все тоже очень просто. Яблоко трется на терке, лимон меленько ножом рубится. Ну это долго, ребята. Долго, с блендером, конечно, побыстрее. Выкладываем начинку на корж, разравниваем и приступаем к красоте. Из оставшегося теста катаем такие колбаски и занимаемся немножечко украшательством. Насколько, в общем-то, можно и не колбасками, можно хоть цветочки вырезать, что угодно. Просто делаем чуть-чуть красивее. Корзиночки. Мы делаем корзиночки. Такая красота. Ну вот любой ленивый кулинар справится. Правда, ведь? Абсолютно любой. Если начинка у вас немножечко пожиже за счет сочности яблок и лимонов, ничего страшного, не волнуйтесь. Оно в духовке. За счет крахмала все равно все схватится. Пирог отправляется в духовку минут на 45-180 градусов. Может понадобиться чуть меньше на 3 минутки или чуть больше времени. Смотрите по своей духовке. Ну и раз уж мы готовим сегодня рецепт о книге, то о книге вам и расскажу. Книга наша. Мы ее авторы. И у нас их уже целые две штуки. Вот они, собственно говоря, здесь всегда на луке стоят. Конкретно этот рецепт из второй книжки. Книжки можно найти в любом книжном магазине крупном. Таких как «Буквоед», «Читай город». В интернет-магазинах, на «Лабиринте», на «Озоне», на «Вайлдберрис». Везде есть. Давай покажем поближе книжки. Давай. Это наши книги. Их пока две. Но у каждой уже вышло по несколько тиражей. Книги очень популярны. Вам очень нравятся. Они мы видим по продажам. Все с пошаговыми фотографиями. Рецепты расписаны очень-очень подробно. Конечно, все разное в обеих книгах. Давай-ка я вот так вот листану немножечко. Смотрите, сколько всего вкусного, друзья. Ой, вообще. Невозможная красота. Великолепно. Ну, к слову сказать, то, что мы яблочки в кожуре почистили, это тоже на ваше вкрапление. Пикантности придает. Мне нравится. Посмотрите, как они. Вот эти вкрапления красненькие. Очень классно. Ну, можно и почистили. Давай разрезать. Давай-давай-давай-давай мне, красавчика. Ах! У меня до речи пропал. Где еще? Вообще. Аж батарея села на телефоне. Посмотрите, какой пирог. Какой слой начинки обалденный. Какое тесто. Ой! Приятного чаепития нам, а вы бегом скорее готовите.